Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Любовь случается, к сожалению, и как всегда это причиняет боль. Больно, потому что он для меня недоступен ни физически, ни эмоционально. Больно, потому что он меня не любит, никогда не полюбит. Больно, потому что он со мной разговаривает, что это одолжение или снохождение с его стороны. Больно, потому что я хочу с ним делиться всем, но не имею права, потому что я им неинтересно. Больно, потому что я хочу его узнать. Направлять любопытство было бы неуместно, ведь я чужой человек. Итак, он мне разрешил иногда с ним болтать, если сам соизволит. Мне хочется ему сказать, что я люблю его, но это запрещено, он запретил. Я уже на него разоблился, но об этом тоже нельзя говорить, иначе он может подумать, что я от него чего-то хочу. Я знаю, что если отношения будут такими односторонними, я его уже ненавижу и в итоге брошу. Но когда же это наконец будет? Сколько еще нужно проплакать подушку, что мои чувства угаснут? Наверное, эта вселенная мне мстит за то, что я убегаю от других парней, которые хотят со мной встречаться. И вообще, почему я не могу полюбить того, кто любит меня? У других же как-то получается, почему мне противны доступные парни? У них нет ничего плохого, они мной интересуются, хотят встретиться, предлагают помощь, но тому, которому на меня плевать, я готова отдать все. Я по натуре не жертвую, жертвовать я не смогу. Я, конечно, попытаюсь, но это плохо кончится для всех, но мне так хочется хоть каких-то отношений, хоть и надолго, хотя бы чуть-чуть прикоснуться к настоящей жизни. Вопрос? Нет вопроса. Хотелось просто поделиться. Я слишком сильным отчаянием, чтобы еще чем-то себя озадачил. Как сказал на моем юнитиво, мне один психолог, жизнь это боль, а значит ничего нельзя изменить. Значит надо мучиться, если станет слишком невыносимо, то самовыкил как вариант решения. Да, вот и как меня можно полюбить, если я все время плачу, если я все время грустно, когда вспоминаю о любимом. В отношениях нужно дарить радость, а получается все наоборот. Значит, если я буду с ним жить, я вообще забуду, что такое радость. Я разрешил с улыбаться, такое я уже проходила. Ну что ж. Сочувствуем. Самое, что происходит. На самом деле, я бы здесь предложил бы разграничить. Вот. Что такое любовь для вас? и где проходит грань между тем, что вы направляете на своего партнера и тем, что вы направляете на себя. Да. То есть, вот смотрите. Вы пишите. Больно, потому что он для меня недоступен ни физически, ни эмоционально. Это про что? Про отвержение. Возможно. Про предположу. Больно, потому что он меня не любит и никогда не полюбит. Да? Тоже меня не любит. Тоже история про отвержение. Больно, потому что я с ним со мной разговариваю, то это одолжение или снисхождение с его стороны. Это про унижение. Вы чувствуете себя униженно. Больно, потому что я хочу с ним делиться, но не имею права, потому что я ему не интересен. Опять. Опять же. Это про самооценку. Ваш. Больно, потому что я хочу его узнать, но проявляю любопытство было бы не местным. Я же живой человек. Болезненная... Ну, как бы, болезненная... Болезненная реакция на личные границы. У вас здесь, да, получается? То есть, как бы, смотрите. Что с тобой описывать, это правило. Это не про любовь. По крайней мере, об этом вы ничего не пишете. Вы пишете, что хотите с ним делиться всем. Окей. Хотите вы делиться с ним всем, но для него вы это делаете или для себя? То есть, вы хотите делиться всем для себя или для него с ним? Понимаете? На мой взгляд, если бы вы хотели бы делиться чем-то с ним ради него, для него, потому что вы уверены в том, что то, чем вы с ним поделитесь, сделает его счастливым, например. Вам было бы по большому счету все равно, интересно вы ему или нет. Но раз вы хотите делиться чем-то только из позиции, что вы интересны, то это, конечно, вопрос. Я уже молчу про то, что только в процессе того, чтобы делиться, человек, собственно, не может стать интересным. Да? Человек может стать интересным. Если не делиться, откуда возьмется интерес? Дальше. А вы пишите про то, что хотите сказать, что любите его, но это запрещено, он запретил? Опять же, ну, здесь не совсем понятно, был ли запрет прямой или вы как-то сделали вывод, что он запретил? Если запрет прямой, то это вопрос к вам, как вы относитесь к запретам. Но в целом, почему-то его запрет для вас важнее. На мой взгляд, если запрет другого человека на проявление чувств ваших для вас важнее, то, опять же, в этом месте мы говорим не про любовь. Я не говорю, что вы его не любите вообще, вы поймите правильно. Просто я хотел бы, чтобы вы разграничили. Вы пишете, любовь равно боль. Нет. Любовь это любовь, а боль это боль. Боль не связана с любовью. Привязанность? Попребность? Да. Любовь нет. Вопрос, не путаете ли вы попребность с любовью? В данном случае. Я уже на него разозлилась, но об этом нельзя говорить, иначе он может подумать, что я от него чего-то хочу. Так, вы пишете, что мне хочет сказать, что люблю его, но это запрещено. Он запретил, я уже на него разозлилась. А, за что разозлился? Но об этом тоже нельзя говорить, иначе он может подумать, что я от него чего-то хочу. Ну, какие-то несвободные отношения получаются. Находите? Если такая несвобода стоит того, чтобы иметь хоть какие-то отношения. Ну, это вам решат. Далее. А, вы пишите, я знаю, что если отношения будут односторонними, я его возненавижу, в итоге брошу, карать наконец будет. Знаете как? Это история про то, что я сижу на стуле, хочу встать. Но не встаю. Подкладываю себе гвоздь. Ну, на сиденье ставлю гвоздь, чтобы больно было сидеть. И жду, когда боль станет нестерпимой, чтобы встать. А зачем вставать? То есть мотивация какая вставать? В вашем случае получается это желание избежать боли? Если вы не будете разграничивать в своем отношении к человеку, что про вас, а что про него, боль будет всегда. Сколько еще нужно проплакать подушкой, чтобы чувства наконец угасли? Не знаю. Наверное, эта вселенная мне мстит за то, что я убегаю от других парней, которые хотят со мной встречаться. Ну, лично я сильно сомневаюсь, что вселенная может кому-то мстить. И вообще, почему я не могу полюбить того, кто любит меня? Дело в том, это немножко вот про то, что вы дальше пишете. Дело в том, что вам важно доказывать. Доказывать свои ценности. Можно это сделать только с тем, кто вас как-то отвергает. Ну, по вашему мнению. Дальше. У других получается, да, потому что другие не стараются доказать что-то. Почему мне так противно доступны парни? Потому что нет ощущения, что вы можете им что-то доказывать. А без доказательств свою ценность вы не принимаете. Без оспаривания, без какой-то борьбы, на мой взгляд. В них нет ничего плохого, они меня интересуются. Но тому, которому мне плевать, я готова это все. Да, чтобы обратить внимание и как бы его на себе. Часто психологи связывают это с детско-родительскими отношениями, с холодным отцом. Не знаю, насколько это правда. Я по натуре не жертвую, а жертвовать не смогу. Ну, вы, на мой взгляд, уже жертвуете. Вот. Дальше, по крайней мере, то, что вы пишете, является проявлением жертвы. Я, конечно, попытаюсь, но это плохо кончится. Вот это жертвенность, видите? Вот. Мне хочется хоть каких-то отношений, хоть ненадолго, хотя бы чуть-чуть прикоснуться к настоящей жизни. Это история про вас. В данном случае, тут не про любовь идет. Тут история про вас, про то, что вы хотите почувствовать себя, вероятно, цельной, вероятно, значимой. И как-то, ну, свои обесценивающие тенденции. В данном случае, немножко, ну, припушить. Дальше, как раз просто поделиться. Мы молодец, что поделились. Я слишком сильным отчаянием, чтобы сейчас себя чем-то озадачивать. Как согласен психолог, жизнь – это боль. Да нет, не вся. Жизнь не только боль. Жизнь гораздо больше боль. Значит, надо мучиться, если станет слишком молодцем, я самовыпал. Это вот проявление жертвенности, а вы говорите, что вы не жертва. Как можно на любителя, когда все время плачивать, когда все время грустно, как раз на любимом? Вопрос не в этом, вопрос, как вы обращаетесь с чувством своими. В отношениях нужно дарить радость, получается, наоборот, нет, не нужно. Не нужно. Не нужно ничего. В отношениях, в свободных отношениях, люди просто делятся тем, что с ними происходит. Это далеко не всегда про радость. Значит, если я буду с ним жить, я вообще забудусь, что такое радость. Я радуюсь улыбаться. В данном случае не знаю, из чего вы делаете такой вывод. Вот какая-то такая обратная связь. Удачи вам. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok